Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». 25 января студенты отмечают свой главный профессиональный праздник. Какую роль сегодня он играет в жизни студенчества, мы решили узнать у ректора Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина Сергея Викторовича Пупкова. Здравствуйте! Добрый день! Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, когда вы были студентом, наверняка же тоже этот праздник отмечался. Каким образом он отмечался? Как он на тот момент воспринимался? К сожалению, когда я поступил в ВУЗ, это было в 1988 году, тогда еще не было принято широко отмечать Татьяне День. Именно как праздник студентов на государственном уровне, ну или на сколько-либо значимом общественном уровне, это не отмечалось. Ну, это, видимо, было связано с тем, что тогда существовал еще иной режим, и праздники, связанные с религиозными, имеющие религиозную основу, они не так широко отмечались. Ну, что мы тогда, может, только Пасху отмечали? Ну, поскольку я обучался на историческом факультете, безусловно, о существовании такого праздника, все мы знали, мы все знали, с чем он связан, то есть с подписанием в этот день, в 1755 году, указа о создании Московского государственного университета, который подписала Елизавета Петровна. И то, что с тех пор российские студенты всегда чтут этот день именно как свой студенческий день. Когда произошли в нашей стране перемены в 1991 году, этот праздник уже стал более допустимым, его уже начали более широко отмечать. Ну, а официальным праздником он стал, насколько я помню, в 2005 году, когда получил официальное нынешнее название «День российского студенчества». Скажите, как Вы считаете, вот для самих ребят, которые учатся, насколько нужен, насколько я понимаю, это единственный вот такой праздник именно студента? Нужен ли он самим студентам и зачем? Ну, во-первых, есть еще Международный день студента, есть День молодежи. Но мне кажется, что наши студенты Татьянин день чтут, отмечают, ждут его, готовятся к нему на порядок больше, чем к тем праздникам. То, что он нужен, это безусловно, это элемент, Вы правильно сказали, во вступительном слое, профессиональный праздник. Потом они выйдут во взрослую жизнь, будут отмечать кто-то День учителя, кто-то День экономиста, кто-то День юриста. А сейчас для них это вот первый опыт такого профессионального объединения, объединения по интересам. Потом, посмотрите, допустим, если взять наш радио университет, у них немножко смещено, более широко празднуется, насколько я понимаю, День радио даже. У нас, поскольку университет классический, хотя мы и вышли из педагогического института в дальнейшем университета, мы все-таки стараемся праздновать в Татьянин день, 25 января. Насколько я знаю, практически во всех рязанских университетах, в том числе и в университете имени Сергея Есенина, в этот день всегда организуют широкие празднества. Вот в этом году можете рассказать, что вы планируете? Ну, у нас сценарий достаточно традиционный. С утра у нас будет проведен молебен в нашем храме, который находится на территории нашего вуза, храм Покрова Пресвятой Богородицы и Святой Великомученицы Татьяны, который был в 2002 году освящен. У нас же ведь церковь находилась в свое время, когда было в нашем здании женское епархиальное училище, была домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. И когда в 1999 году было принято решение о строительстве храма, то и храм получил название Покрова Пресвятой Богородицы и Святой Великомученицы Татьяны. То есть у нас это крестный ход, божественная литургия. Далее в 11 часов у нас начинается уже во дворе вуза массовые гуляния, концерт. Ну и вечером все это завершится дискотекой, традиционное мероприятие, которое мы организовываем для студентов в одном из рязанских клубов. Ну, насколько я знаю, Татьянин день – это не только вот такой исторический праздник, но к этому дню сдана зимняя сессия у студентов. Вот тем, кто отличился пятерками, вы, может быть, подготовите для них какие-то сюрпризы, может быть, какие-то премии, что-то приятное? У нас существует достаточно широкая система поощрения студентов из-за успеха в учебе, в общественной жизни, в науке, в спорте. У нас существует несколько видов различных повышательных стипендий, и мы, безусловно, отмечаем любые успехи студентов, которые были в предыдущем семестре. Но все-таки по нашим регламентам стипендиальная комиссия у нас будет собираться уже в начале следующего семестра. А мне бы хотелось отметить то, что в прошедшем 2013 году, или можно по-иному сформулировать, первом семестре этого учебного года, наши ребята достигли на российском уровне очень больших успехов, и именно по участию, участию в общественной жизни. Сначала 10 наших молодых ребят, их проекты победили на конкурсе грантов «Росмолодежи». Этот конкурс был направлен на поддержку молодежных проектов. Я считаю, это огромный успех, потому что всего в Рязани, по-моему, 14 проектов получили эти гранты, 10 из них – это представители нашего вуза. И прямо в последний день перед Новым годом пришло уже официальное решение, очень приятное решение о том, что наш вуз выиграл конкурс уже в Миноборнауке нашего учредителя, нашего главного министерства, конкурс на поддержку студенческих объединений. Мы единственный вуз в Рязани, кто победил в подобном конкурсе, и вообще это впервые в истории нашего вуза. К тому же и сумма достаточно солидная. Я думаю, в этом году деятельность молодежных объединений, которая и так всегда высоко оценивалась в нашем вузе, она получит сильнейший стимул. Ну, мы вас поздравляем с такими грандиозными успехами. Ну, это прежде всего надо поздравлять наших студентов. Ну, может быть, вы что-нибудь пожелаете студентам в связи с их профессиональным праздником? В первую очередь хочется пожелать, конечно, чтобы студенческие годы, они очень короткие, к сожалению, чтобы они прошли ярко, насыщенно, и чтобы в дальнейшем жизни человек мог абсолютно честно заявлять, да, вот эти 4 или 5 лет – это были лучшие годы моей жизни. Самые интересные, самые насыщенные, самые веселые. Те, кто, ну, мои ровесники, люди постарше, кто вот жил такой полноценной студенческой жизнью, я от многих слышу, да, это были лучшие годы. Я хочу, чтобы у нынешних студентов эти годы были действительно самыми запоминающимися, самыми лучшими в жизни. Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Спасибо большое, что сегодня вы нашли время и пришли к нам в студию. Желаем вам, как и вашим студентам, удачи. Спасибо вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!